В 2000 году в книге «Разговоры от первого лица» авторами, которые были Наталья Геворкия, Наталья Тимакова и Андрей Колесников, Путин сказал, что самое страшное — быть загнанным в угол. Ну, не де-юр, так сказал, но де-факто. Приведя свой знаменитый пример с крысей, которую он загнал в угол в подъезде своего дома в Ленинграде. И когда крыса была загнана в угол, она встала на задние лапы и изобразила из себя то ли льва, то ли медведя. Вот Путин загнал себя в угол. Выхода нет. Вот на какие бы уступки сейчас Путин не пошел, неожиданно. Вот завтра он проснется и скажет, все, мы вводим войска с Украины, мы освобождаем людчика Савченко. Я сегодня получил информацию, что вроде бы уже некоторые сенаторы там на заседании комитета ПАСЕ сказали, что готова, что Россия готова освободить Надежду Савченко при условии, что нам вернут право голоса. Нам — это Российская Федерация. Потому что я всегда говорю «нам», а потом думал о том, что кто-то искусствует этот со мной, лично непосредственно. Хотя к официальной России я не имею никакого отношения. Уже ничего. Все. Поезд ушел. После аннексии Крыма и всех последующих действий, в том числе по эскалации конфликта в Донецком и Луганском регионах Украины, стало ясно, что Запад готов тактически о чем-то договориться с Путиным. Но Путин никогда уже не будет тем достойным равноправным партнером, которому он был большую часть своей политической карьеры. — То есть все предыдущие более-менее обтекаемые разговоры о том, что вот наши партнеры, вот мы там должны решить это. — Ну, в последний год слово «партнеры» употреблялось в основном в таком зверском контексте. Ну, типа, очередное преступление совершили наши западные партнеры. — Интересно, да, ну, может быть. — Помните, как Высоцкий очередную шайбу забили нам наши чехословацкие друзья? Вот про партнеров говорилось в последний год именно так, и это слово не должно было никого обманывать. Просто Путин пытался склонить Запад в очередной раз к переговорам. Это не получилось. Не получилась Астана, отмененная по инициативе Германии, и лично Ангела Меркель не получилась, а с Венцем. В этой ситуации Путин может идти только на эскалацию, сообразно той логике, которую он сам избрал год назад, потому что он продаёт возможность мира. — А почему Запад, как Вам кажется, так, что называется, упирается? Ведь про то, что опасно загонять Путина в угол. — Да. — Говорил, не говорил только ленивый. — А почему вот это вот взаимные попытки контакта всё равно приводят к тому, что он загоняет в угол? — Во-первых, потому что у Запада есть некий ценностный подход, в который наша политическая элита и лично Путин... — А как же циничные политики? — Да, и цинизм есть, но есть и ценностный подход, что не всё можно разрешить государству, которое претендует на статус европейского. А во-вторых, накопилось глубокое недоверие к Владимиру Владимировичу, потому что на протяжении минувшего года Запад воспринимал заявление о том, что на Украине нет российских войск, что Россия способствует миру, что на Украине идёт гражданская война, и Россия не является стороной конфликта, как прямой обман. Ну вот, накопление этого прямого обмана привело к определённой эмоциональной реакции на всё, что сейчас Путин говорит и делает, и именно к восприятию его как лидера, который очень хорош, но в отставке. — Вот скажите, пожалуйста, по поводу обмана. Служба безопасности Украины, пишет наш слушатель, заявляет о том, что у неё есть доказательства участия россиян в военных действиях на востоке страны. Вы можете объяснить, почему до сих пор Запад не опубликует доказательства массированного участия РФ в поддержке террористов и так далее? Висят спутники, работает электронный перехват, всё предельно ясно. Не кажется ли вам, что идёт закулисная торговля? — Да, кажется. Периодически, опять-таки, эти разоблачения происходят. И они происходят совершенно не обязательно с помощью Запада и его правительств. — А почему Запад сам не хочет это инициировать? — Обнародовую информацию Лев Шлозберг, депутат ЗАГС Собрания Псковской области. Про костромских десантников рассказал нам телеканал «Дождь» в лице его корреспондента Тимура Олевского. Сегодня был предъявлен гражданин Украины Кирсанов, который рассказал, как корректировал собой. — Ну, это всё пресса, а пресса, как известно, всё режиссирует, всё врёт, и всё... — Ну, вот все, кроме официальных российских властей, это очевидно. — Ну, а официальные чужие власти почему не могут... — Да, я думаю, что всегда есть попытка как-то ещё с Путиным договориться. — Всё-таки надежда есть. — Как-то дать ему шанс выйти из этого угла. Нет, надежды стратегически с ним договориться нет. Она исчерпана. Ну, тактически договориться, но смягчить позиции по некоторым вопросам они есть. — Просто кое-кто из наших слушателей впрямую уже задаёт вопрос, ну, ведь можно упираться сколько угодно, но если за эти дипломатические переговоры платят жизнью совершенно невинные люди, то это уже... — Какой смысл тогда рассчитывать на такие уступки? Где же ценности? — Ну, Путин же посылает какие-то дезориентирующие сигналы постоянно. Вот и в декабре-январе он это делал до отмены саммита в Астане. И многие эксперты, как российские, так и западные, но не я, говорили о том, что вот он сольёт сейчас окончательно Донецк и Луганск. — Помните, мы с вами говорили про портфель, который надо бить отличницу, что не сольёт он, но не сольёт. — Ну, мы продолжим этот разговор. Станислав Белковский в нашей студии с своим особым мнением. Никуда не уходите, мы скоро вернёмся.